Ничто так не сближает, как совместное творчество, тем более, когда тема и важная, и интересная. С помощью фломастеров школьники из Италии, США и Нижнего Новгорода превращают обычный ватман во флаг мечты. Ни слова о политике, в рисунках, пусть и не профессиональных, только мир и дружба. Дело не в языке, не в изучении иностранных языков, а дело в том, что ребята дружат, ребята общаются по скайпу, переписываются и встречаются, или на земле России встречаются американцы и итальянцы, или на земле Италии встречаются русские и американцы, или на земле Америки встречаются русские и сицилийцы. Проекту Нижегородской лингвистической гимназии «Вместе в будущее» пять лет. Сначала подружились с классическим лицеем из итальянского города Агридженто, а три года назад наладили контакты с Нью-Йорком. Нижегородцы побывали на Сицилии и США и сами принимали гостей. Это не туризм, живут студенты не в гостиницах, а в семьях, и так же, как все, посещают занятия. Я думаю, что подобные проекты могут объединить страны и города не только в образовательной сфере. Например, Сицилия – это свободная экономическая зона. Возможно, это станет точкой отсчета начала сотрудничества в политической и экономической сферах. Все студенты в России в первый раз. За неделю пребывания успели посмотреть Питер, Москву, ну и, конечно, Нижний Новгород. И вот, что их удивило. Красивое метро. У них обычно просто поезда очень, как это объяснить, они больше за технологию, чем за красоту и культуру. А у нас была очень красивая Горьковская станция, к примеру, и очень-очень красиво, и он был шокирован такой обстановкой. Ему очень понравилось это, к примеру, и ему очень понравилось, что мы очень добродушные, готовы принять помощь и дать кому-то ее. В общем, с выбором страны для путешествия иностранцы явно не прогадали. Итальянцы и американцы хотят вернуться сюда снова и снова. Очень важно принимать участие в таких программах. Они объединяют студентов из разных стран и дают возможность изучить их культуру. Поэтому, когда мне предложили принять участие, я сразу согласился. Приключения итальянцев и американцев в России заканчиваются на этой неделе. Будут еще экскурсии в городе, с дом-музей Рукавишниковых, цирк и, конечно, все хотят посмотреть, как мы отмечаем День Победы. Александр Быков, Антон Ганин, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.